В Волгограде невиновного молодого человека посадили в тюрьму на 9 лет. В основу приговора легли показания свидетелей, с которыми ранее у невиновного был конфликт. Замешаны ли сотрудники ФСБ по городу Волгоград в этом громком уголовном деле? В конце сюжета мы разоблачим главного свидетеля по этому делу Насибова. Продемонстрируем запись, где он говорит, что Микаилов не причастен к этому преступлению. И кто за этим всем стоит? А главное, почему посадили невиновного в тюрьму? Все знают, что я берусь только за те дела, где правда на нашей стороне. Поэтому мы будем идти до конца. Прошу каждого из вас отнестись к этому материалу серьезно и посмотреть видео без перемоток. Так как важно каждое слово на кону свободы человека. Распространите этот сюжет по всем своим социальным сетям и во все федеральные СМИ для максимальной огласки. Мы начинаем наше расследование. Это дело сшито белыми нитками. Это выдумка следователя. Это у нас получается, что по этому уголовному делу можно мимо проходить. И если ты будешь неугодным какому-то свидетелю, он укажет на тебя пальцем, что произошло с Микаилом, то можно попасть за решетку на 9 лет в колонию строгого режима. Я правда скажу, что я провоцирую, Малыч. Судья апелляционной инстанции, государственный обвинитель, старший помощник прокурора Ворошиловского района Волгограда Макраусов полностью поддержал мнение защиты, высказал свое несогласие с Винесиным приговором, посчитал его незаконным, необоснованным. Вот в моей практике это первый раз такое случается, что когда следователь выносит постановление, так как это необходимо для расследования уголовного дела, так как это необходимо для объективного расследования, всестороннего и полного, это даже как бы в формулировке было этого постановления, а затем следователь отзывает свое постановление ввиду того, что данная экспертиза будет готовиться очень долго. Натик стоял рядом, он как бы был со мной, это они не записали, я им говорил. Они не записали в показаниях, то есть в показаниях этого нет, а вы это говорили? Да. Был вечером в ночном клубе, произошел конфликт между Исаевым и Габаревичем. Я просто сейчас не помню уже, сколько прошло, вспомнил, словаристый конфликт произошел, после чего произошла драка. И в тот момент я видел, когда все это происходило, когда это все вызывали, то есть писал, показывал, показывал. То есть больше ничего сказать. Ну давайте поподробнее все-таки, с кем вы находились в клубе? С Анастасией Жапко. Вдвоем? Ну и была ее подруга еще, кудрявцевая Елена. Втроем. Втроем, да. Ходились в клубе, то есть весь момент произошел это на улице. То есть в момент я вышел на улицу, то есть... Честно, я уже не помню, как там все происходило прям в малейших деталях. То есть, помню, как Саша упал, и все, мы хотели сделать первую помощь, и после этого ничего не помогло. Давайте еще до того, как он упал. Во сколько примерно времени вы находились на улице, и вот что предшествовало непосредственно конфликту между Исаевым и Бабаревичем? Были ли еще какие-то конфликты, из-за чего он, вот, конфликт, о котором вы говорите, возник? Словец, но там что-то было. Я уже забыл многое, сколько там было, я просто... Я же не помню, как конфликт, как все происходило. Я просто помню, как он упал, и все. Изначально конфликт так и был между Исаевым и Бабаревичем? Там столько народу было. То есть... Я там много не могу. Конфликт между ними происходил, или... Конфликт был, конфликт начало происходил, там толпа людей была. Конфликт состоялся среди всех, то есть... А как все это получилось? Это быстро, с полчанно. Кто, что, как, куда, я уже не помню. Соку, уже два года прошло, я думаю. Сколько времени было, вот, когда этот конфликт был? Ну, не знаю, наверное, после 11, наверное, 12 часов ночи. Это ночью было. То есть, кто-то еще работал. Где вы находились... Вот давайте будем, возьмем, скажем так, за центр событий Бабаревича. Где находились в момент, вот, когда падал Бабаревич? Где вы находились относительно него? Где находился Исаев? Где находился Микаилов? И кто, что делал? Я находился, наверное, в метрах, сколько, ну, трех-четырех. То есть... Это был... Бабаревич? Да. Вот среди этих человек 15, которых вы видели, Исаева, вы видели, где он находился относительно Бабаревича? Исаев? Исаев? Исаев, подсудимый Руслан. Ну, я видел его, но то и так же в толпе, как и все люди. Где он относительно Бабаревича находился? Ну, реально с ним. Сзади, с какого-то боку или перед ним? Вроде сбоку был. С какого? Справа вроде. Да, справа. Он прям вот сбоку или как-то там чуть сзади, чуть спереди? Давай справа, сбоку. Куда был повернут относительно Бабаревича Исаева? Как еще раз. Куда был повернут относительно Бабаревича Исаев? Куда он смотрел, в какую сторону? Все на него смотрели. То есть на Бабаревича, да. Где находился в этот момент? Это мы все описываем в момент, когда вы повернулись, да, и вот видели все это. Где находился относительно Бабаревича Микаилов? Вы видели его? Ну, я все это видел. Вот где он находился? Так же в толпе людей находился он. С права или слева. Ну, давайте вы определитесь, справа или слева. Слева, скорее всего, да. Если не помните что-то, вы так и говорите. Не надо додумывать и выдумывать. Я просто сейчас не помню. Я пытаюсь вспомнить, но у меня не получается. Вот если не помните, послушайте меня, послушайте меня, не надо додумывать и выдумывать. Если вы что-то не помните, что-то забыли, об этом так и скажите. Хорошо. Предполагать что-то не надо. Нам сообщайте только то, что вы непосредственно видели и то, что вы хорошо помните. Хорошо. Значит, где Микаилов находился, если помните, относительно Бабаревича? Честно, не помню. Был ли он в близости от Бабаревича? Скажу, в этом моменте в близости были все. Также относительно его. Ладно. То есть, именно то, что к нему, просто в тот момент подбежал, и в этот момент, когда я повернулся, как Бабаревич только упал, подбежал я к нему резко, и Касанов-Камран. Мы начали делать ему первую помощь. В этом моменте... Подождите, подождите, не торопитесь. Хорошо. Значит, повернулись вы, вот увидели Бабаревич, вокруг него 15 человек. С правой стороны Исаев. Михаилов, где не помню тебя. Что происходило? Кто какие движения делал, или удара наносил, или вот... Ну, что в этот момент происходило, когда вы повернулись к нему? В тот момент все были на своей тени, понятно. Что-то все начали взад-вперед двигаться, и все... И как он упал, только вот... Опять повторюсь, то, что все, подбежал я. Потому что в тот момент все не понимали, что происходит. Ладно, хорошо. В результате чего Бабаревич упал? Что произошло? Ну, как он упал? Да. От удар Исаева. Ну, вот вы расскажите, что от ударов его... Ну, от ударов его... От ударов его... Как этот удар был несен? Куда? Чем? Сколько раз? Что предшествовало этому? С руки один раз. С руки один раз. Рукой? Да. В какой части руки? С правой. В какой части руки? Клак. В рукой какой? С правой. Куда попал Бабаревичу? В голову куда-то. В какую часть головы? Не помню. В какую сторону головы? Получается, если Бабаревич стоял ко мне спиной, то есть, я поворачивай ко мне, получается, Бабаревич ко мне лицом стоял. С левой стороны. Так. Бабаревич стоял к вам спиной сначала. Я к ним повернулся, получается, он стоял уже ко мне. Получается, ко мне лицом... Бабаревич к вам развернулся лицом? Нет, он стоял ко мне спиной, то есть, лицом ко мне спиной. Смотрел он. Так, к вам спиной. То есть, я, получается, поворачиваюсь к нему, то есть, мы, значит, друг другу лицом стояли. А он был... Вот сначала, когда он был у вас за спиной, я так понял, да, когда вы сначала не видели конфликт, он был у вас за спиной? Ну, не прям у меня. Ну, я имею в виду сзади вас, где-то он был. И вы, он был сзади вас, стоял к вам лицом, вот вы когда повернулись, вы Бабаревича увидели со спины или со стороны лица? Со стороны лица, с передней части. Так, значит, и сзади... Подождите, ой. Нет, со стороны спиной был ко мне, потому что я помню то, что он же упал же лицом, извиняюсь. Получается, я к нему повернулся и видел со стороны спины его. Я сейчас уже забывал, все. Вот сейчас помню, то что, да, он стоял ко мне. Получается, я поворачиваю, мы были спиной к спине, я поворачиваюсь к нему, и я вижу момент, как он так упадает и бьется лобом на блёд. Он ко мне спиной стоял. Ну, так. Значит, мы остановились на вопросе, куда попал, в какую половину головы Исаев Бабаревич? Правой стороны получается. Куда конкретно, можете сказать, там, выше, там, ниже, ну, вернее, верхняя часть головы, нижняя часть головы? Да. Вы видели один удар Исаева? Да. Я вообще не видел. Сразу же после этого удара Бабаревич упал. Да. Он упал от удара Исаева или от чего-то другого? Ну, я не знаю, может, ему подсказать, но в этот момент упал. Я помню, когда я повернулся, после этого он просто резко упал. Я видел, как столб падает, а так же он начал падать. Ну, падение Исаева Бабаревича началось сразу же после удара, тоже мгновение, скажем так, или он какое-то время там стоял, не знаю, потом подскользнулся и упал. Вроде бы сразу. Можно говорить о том, что от удара Исаева он стал падать? Можно, может сказать. Когда, каким образом упал Бабаревич? Вы видели, на какую часть тела он ударился? На лицом снег. На передней части он вперед падал? Да, на лицом передней части, за вперед. А как он мог вперед падать? Если Исаев сбоку наносит удар вправо, как он мог к передней части упасть? Ну, я помню, как человек лицом вниз упал в воду. То есть, как с дерева падает, так же он. Я же говорю, не знаю, может, он упал от удара, может, он так же после, не знаю, удара он поскользнулся и упал вперед. Я просто помню его падение. Вот четкое падение я его помню. Ладно, видели, ну, вперед упал. Видели, чтобы он какой-то, чтобы он головой ударился у земли? Нет, не видел, потому что там после светового падения все бежали, то есть он был в толпе уже. Звук, может, слышали какое-то ударение? Да, звук я не слышал, потому что там супор был, криков. Я не слышал как-то. Когда Исаев наносил удар правой рукой, как вы говорите, что он делал левой рукой? Ничего. Вы видели, чтобы Исаев хватал за одежду Бабаревича? Нет. Момент, когда Исаев нанес удар Бабаревичу, Бабаревич был как повернут к Исаеву, ну, относительно Исаеву? Какой частью, какой стороной, какой половиной находился Исаев? Ну, в Каисовой так же стояла толпа, то есть Исаев так же стоял здесь уже. Вокруг не было. Он упал, все убежали, вокруг не было. Ну, подождите, упал. Я говорю про момент удара. Как он находился? Я не следил за Исаеву, потому что я смотрел на Бабаревича. То есть мне было интересного. Почему? Что с ним? Как Бабаревич, до того, как он упал, вот Бабаревич, как был расположен относительно Исаеву? Какой стороной он тела был? Половиной лицом вниз? Да не падал лицом вниз, а повернут к Исаеву он был чем? Находился к Исаеву какой стороной? Я не как сказать вам. Он упал на так, Исаев сбоку был. За боковой стороны, как вам еще сказать. То есть правой половиной тела был Исаеву расположен? Да. Не разворачивался Бабаревич к Исаеву лицом, скажем так? До того, как Исаев нанес этот удар, который вы видели, видели ли, что еще кто-то нанес удар Бабаревичу? Я не помню. Он был дальше. Не дальше. До того, как Исаев нанес удар Бабаревичу. Непосредственно перед этим. Или, может, одновременно. Я не помню. До того, как. Я просто вот... У меня еще в голове помню этот момент. И все. Хорошо. Микаил, вы видели, что вы Микаилов наносил удары Бабаревичу? Не помню. Я помню руки там. Много-много людей было. Еще, хорошо, по-другому вопрос. Еще какие-нибудь удары по телу Бабаревича, ну и в частности в область головы, вы видели, чтобы кто-нибудь наносил? Не помню. По какой причине не помню? Я уже забыл эту историю. Что-то, что-то... Ну, почему вы такие... Мне, наверное, кормать не снится, как там все что-то было. Ну, что не снится. Почему вы удары Саева очень подробно запомнили, рассказали? Ну, я просто помню, как Бабаревич упал и как я к нему подвижал. То есть, это первый раз в жизни у меня такая ситуация была, то, что помогал я ему как-то в первой помощи. Это, наверное, когда-то у меня сложилось в голове. Потому что, как бы, я пытался мою жизнь прости в тот момент. И, конечно, я помню, какого времени останется. А эти подробные детали... Ну, почему тогда вы удары Саева хорошо запомнили? Я же вижу, после чего Бабаревич то упал. Я помню. Возможно, что до удара Саева еще кто-то наносил Бабаревичу удары. Возможно, нет. Не понял. Не помню, да. Скажите, пожалуйста, у вас с Исаевым или Микаиловым были какие-нибудь конфликты в эту ночь, в эту вечерную ночь? Не было. Вам никто не причинял телесные повреждения вот с их стороны? Ну, у меня был разлаж этот... Мы выясняли с Микаилом на улице до всего этого. Как-то у нас там были там словесные заговоры. он не наносил вам удара? Я не помню. Вроде нет. Ну, так друг с другом матом перекрыли друг друга. Эта конфликтная ситуация, которая имела между вами, могла повлиять на дачу правдивых показаний? Как еще раз что-то? Эта ситуация конфликтная, которая имела место между вами и Микаиловым, могла повлиять на дачу вами правдивых показаний? Эти обстоятельства не свидетельствуют о том, что вы можете его оговаривать? Ну, я не знаю. Мы там все решили, порешали, что дальше. Но... Не возникло у вас желания оговорить кого-либо из подсудимых и впоследствии оговаривали ли вы их? Нет. Скажите, пожалуйста, во время вот того, когда Бабаревичу наносился удар, который вы видели, когда он падал, где была жабка? Неподалеку от меня стояла. Вроде бы она стояла получается, наверное, слева от меня в здании клуба. В какую сторону она смотрела? Она смотрела в сторону всей толпы. Она могла видеть о том, что там произошло? Вполне возможно. Все, что вы описывали и до того, как вы повернулись. На каком расстоянии вы были от места, где вы ударили Бабаревич? На каком расстоянии? Да. Трех-четырех метров. Какое освещение там было? Темно там было. Ларе там не было. Достаточно было освещение... Снег был же на улице? Снег был, да. Достаточно было освещение для того, чтобы разглядеть лица, движения людей, кто что делает. Нет, там свет был, там вот, то есть, видно было, вся эта идея, вся эта, как он стоял. Не было такого, то что в темноте никто друг друга не видел. То есть, освещение было, также и с дороги, освещение шло, что было. Вот вы описываете Исаев, что нанес удар. Вы уверены, что это Исаев был? Вы уверены, разглядели его? Уверен. И нанесение ему дара? Протокол допрос свидетеля номер 1 10 апреля 2019 года и на анкетные данные которые указаны в постановлении о сохранении в тайной данной коаличности. Разъясненные права и обязанности предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Пояснилось следующее. 16 февраля 2019 года примерно в период времени с 2 часов 40 минут до 3 часов я находился на площадке возле ночного клуба «Лофт» по улице Калинина 6 Бэкворда Волгограда. В указанное время на улицу также вышел Абдулаев Магомед по прозвищу «Махишка». Также на указанной площадке я увидел Исаева Н.Р. Набиева, Микаилова, Алибекова, Гасанова, Бабаева, Абдулаева, Бабаревича. В это время между Бабаевым и Исаевым Н.Р. происходил конфликт в ходе которого Исаев высказался в адрес Бабаева «Что ты и не тебе меня учить?» в связи с чем между ними завязалась оттасовка, в ходе которой и последние толкали друг друга в грудь ладонями, но при этом ударов не наносили. Исаев в это время Исаев Н.Р. в это время стоял напротив Бабаева. Левее, позади последнего, на расстоянии примерно двух метров, находился Алибеков Магомед. Правее Исаева, позади, на расстоянии примерно одного метра, находился Гасанов. В этот момент Бабаревич, который находился поблизости, направился в сторону Исаева и Бабаева. Подойдя к Бабаеву, Бабаревич сзади, справа, остановился и находился позади него на расстоянии примерно 50 сантиметров. Левее Бабаревича на расстоянии примерно трех метров находился Микаилов. Также позади правее Бабаревич на расстоянии примерно пяти метров находились ранее мне незнакомые лица. Также левее ближе к зданию ночного клуба находились также незнакомые мне лица. В этот момент, когда Бабаревич находился позади Бабаева, я услышал крик из толпы «За брата убью!». Как мне показалось, это кричал Исаев, РР. И в этот момент последний подбежал к Бабаревичу. В этот же момент Микаилов побежал к Бабаревичу с левой стороны и нанес один удар правой руки, сжатый в кулак, в левую часть лица Бабаревича. От данного удара Бабаревич остался стоять на ногах. В этот же момент сзади справа Бабаревич подбежал Исаев и схватил его левой рукой за воротник одежды, после чего резко дернул последнего на себя и нанес ему один удар правой руки, сжатый в кулак, в область лица. От данного удара Бабаревич упал лицом вниз на грунтовое покрытие, покрытое льдом, и при падении ударился левой частью головы о поверхность льда. После того, как Бабаревич упал, началась потасовка, в ходе которой все указанные лица начали хаотично перемещаться. На лежащего без движения Бабаревич обратили внимание только примерно через 15-20 секунд и стали оказывать его первую медицинскую помощь. За тот период времени, пока Бабаревич упал после удара Исаева, до того, как стали оказывать ему помощь, я не исключаю возможность того, что кто-то мог нанести лежащему на земле Бабаревичу еще удары, однако я этого не видел. Кто именно подходил к Бабаревичу, я не помню. Считаю, что нанести удары лежащему Бабаревичу имели возможность все участвующие в потасовке лица. Теперь вопросы у меня с этими показаниями. Давали вы такие показания в ходе трех ваших допросов, которые я сейчас огласил? Давал. Эти показания правдивые? Вы их поддерживаете? Давал, значит, поддерживаем. Чем вызваны противоречия? Вы чувствуете противоречие в чем? Ну, вот самые основные, о том, что вы сейчас говорите, что не помните о нанесении удара Микаиловым, и во втором допросе вы говорили о том, что Исаев нанес удар Бабаревичу в левую часть головы. Ну, я же говорю, что я сдавал, там все указано написано. Чем вызваны? Вот у меня вопрос противоречия. Почему вы раньше сдавали вот такие показания, как сейчас мы говорим, а сейчас вот так? Это было в 19-м году, в начале, когда все происходило. То есть, это я помню, мне в месяц сразу три звонят, 24, я это помню. А сейчас никто меня не вызывал, то есть тишина, тишиной. Я, как опять скажу, живу своей жизнью, забыл, лучше было. В связи с давностью событий, я правильно понимаю? В связи с давностью событий, я правильно понимаю? Да. От своих показаний он не отказывает. Человеку писал, прописал. Действительно, Микаилов наносил удар Бабаревичу в оба из головы. Подытожим, так сказать. Меня же указывал, там, значит, наносил. Понятно. Когда вас допрашивал следователь, вот трижды, да, три раза допросы были, на вас оказывал кто-нибудь давление какое-нибудь с той целью, чтобы вы дали именно такие показания? Нет. Со стороны потерпевших никто не принуждал вас дать показания такие именно? Со стороны семьи Бабаревича? Да, нет. Ну, или кто-то там из знакомых, друзей там и так далее. Нет? Нет. Со стороны сотрудников правоохранительных органов, оперуполномоченных, полиции, следователей Следственного комитета. Никто не принуждал вас дать именно такие показания? Нет, не принуждал. Вы добровольно сообщали о том, что и Исаев, и Микаилов нанесли удары Бабаревичу? В тот момент, да. Добровольно. А в какой-то момент недобровольно? Опять же, Игорь, я не помню, что там было. Когда там все шло, я то есть добровольно, я же не скрывался в тот момент, не убегал ни от кого. Мне сказали приехать, я приехал, мне сказали сделать, то есть вспомнить, еще как рассказать. Я рассказывал, как есть. Сейчас-то, то есть я все указывал, то это мое. То есть я все это сам описывал. Вот эти показания сообщали именно вы, следователю, как оно записано? Это с ваших слов были записаны. Они просто менялись, а каждый следователь рассказывал всегда. То есть, как я считаю, я помню. Эти показания записывались с ваших слов, следователя? Нет, нет, тут что. Вы ссылаетесь на память все время, но последний из допросов, который вы согласили, датирован двадцатым годом. Вы там все прекрасно помните, как бы утверждаете. Чем можете объяснить это? Ну тогда давайте уточним, двадцатым годом какого месяца хотя бы. Январь двадцатого года это был допрос. Нет, просто вы говорите, двадцатый год. Ну это может и вчера был двадцатый год и так далее. Двадцать седьмого января 2020 года. Скоро уже будет год. Двадцатый скоро. Ну тогда я помнил все, в чем проблема. Спустя год вы помнили все, спустя полтора вы забыли. Как понять, спустя год. От событий. От событий. Это был девятнадцатый год, просто что там разница, полмесяца прошло. Когда меня вызывали до этого и тогда. После этой даты меня никто не вызывал больше никуда. Когда события, о которых вы рассказываете, произошли? Что именно, когда все это произошло? Да. В феврале, наверное. Я не знаю, это вам виднее. Зима это была. Ну год прошел. В течение этого года меня вызывали тщательно, допрашивали. Сколько раз вас вызывали? Я не помню, многократно. Когда первый раз вас вызывали? Не помню. После этого сразу вызывали как? После этого сразу? Ну сколько прошло? День, два недели? После убийства, я не знаю, на следующий день позвали. Через не два дня, три дня, я же не помню, когда меня позвали. Ну примерно, я же вам взял точно. Я же говорю, я не помню, когда меня вызвали. Один, три дня? После событий на следующий день вызвали. Так. В полицию, я помню. Это первый день и все. Все кто-то дергали после... И на следующий день было, я не помню. Я помню, меня с кладбища дергнули. Когда хоронили Баваревича. А? С поколом Баваревича. Ну, да, меня оттуда забрали. Ну дернули, что это значит? Ну, то есть забрали. Оттуда увезли туда. Да. Попросили приехать, я приехал. Что там было? Ну, все кто там был. То есть я был с Назасей Жапко и с Кудрявцевой. И с Алибековым. То есть мы на моей машине поехали туда. Куда? В полицию. Что там происходило? Ну, говорили то, что как-то было. Просто говорили. Просто говорили. А у нас документы какие-то. Ну, то есть вызвали по одному и рассказывали, что как произошло. Изначально, самое первое. Протоколы составлялись? Ну, вроде бы да. Как-то составлялись. Сам первое показание. После этого, я уже не помню, как раз меня дергали. Раз, вызвали два, три, четыре, пять, шесть. Чем противоречия вызваны в тех вот ваших допросах, не можете объяснить? Противоречия? Да. То, что одно указано так, другое так? Да. В одном протоколе в левую часть, в другом в правую часть. Ну, я не знаю, почему. Но вопрос о том, утверждает ли он, то есть, Насибов, показания, записанные на следствии, Насибов ответил. Раз так написано, то есть так будет. То есть, признавая показания из протокола допроса, он не был уверен, что они соответствуют фактическим статьям дела, тем более, что в суде он дал иные показания, которые согласовываются с показаниями свидетелей. Защита относится к показаниям свидетеля Насибова с недоверием и просит суд отнестись к ним так же. Недоверная защита строится на том, что огласованные показания в части нанесения удара Бабареевича Микаэловым противоречат показаниям свидетелей, которые находились рядом и видели лишь удар со стороны Исаева Руслана. Кроме того, очевидно, что и Насибов в этом момент следствии еще не мог забыть о случившемся между ним и Микаэловым конфликте. Также необходимо отметить тот факт, что в судьбе Насибов пояснил, что после нанесенной вины Насибову ударов со стороны Абдулаева и Микаэлова, его сознание помутнилось и он приходил в себя. Также от свидетелей Кудрявцева известно о том, что Насибову было плохо, вероятно, покорил. Вопрос защиты Насибов в суде пояснил, что его на допрос вызывали много раз. При этом первый раз в день похорон Бабареевича, как мы выяснили сегодня, похороны состоялись 19 апреля 2019 года, куда они ездили вместе с Бабаевым. В связи с этим, сторона защиты полагает, что протоколы допроса Насибова до 10 апреля 2019 года необъяснимым образом исчезли из уголовного дела. То, что Насибов, как и Жабко, допрашивались до перевода их статуса свидетелей номер 1 и Насибова в защите, нет сомнений, поскольку все возможные очевидцы были допрошены в первые дни после происшествия. Кроме того, письменные показания свечи Насибова противоречат схеме расположения лиц в момент происшествия. А схема свидетель предусмотрительно поместила себя на самое большое расстояние от Бабареевича, рядом изобразив Жабко. Находясь на самом большом расстоянии, Милон и Жабко не могли видеть, что ли нашедшая Лабареевича лучше других изображенных носков. Необходимо также отметить, что Насибов заявил, что никаких последствий от удара Микаилова Лабареевича не было. И Жабко суде показал, что танкрист был с Авгулаевым, она ступилась за Насибова, и Микаилов начал оскорблять ее. Натик, как оно указывает Микаилов, нанес удар Насибову и Гасанову, отвел Микаилова в сторону. Указалось, что в момент конкретной ситуации Бабареевича Насибов кого-то держал, что не соответствует действительности, отрицается самим Насибовым показаниями остальных свидетелей, а также противоречит схеме и закон свидетеля номер один Насибовым. Указалось, что Микаилов находился в трех метрах на Лабареевича, что Исаев Руслан подбежал сзади Лабареевича, и они, Микаилов и Исаев, практически одновременно нанесли удар. Данное утверждение является ложным, поскольку со стороны отчет метров, как оно указывает, невозможно нанести удар по летам. Нам известно, что нанося удар, Исаев Руслан потянул Лабареевича на себя назад, а кроме того, если бы с ударом Исаева кто-либо практически одновременно наносил удар Бабареевичу, то стоящие рядом это бы видели, как видел бы и сам Исаев Руслан. На вопрос защиты, свидетель ответила, что сама попыталась идти от огонь, вероятно, пытаясь скрыть тесные отношения с Насибовым, который показал, что он плачал на пить. Оговор со стороны Жабко может быть связан как с обилием Высветова, так и с неприязнью Насибовым после конфликта СМИ в 19.15-м году. Одно остается ясно. Показания Жабко, подтверждающие показания всех свидетелей, счастья нанесения удары Насибовым в Бабареевичу. Жабко лжор даже в незначительном показательном моменте, кто оплачивал алкоголь в клубе. Деревять какому свидетелю приналичие таких противоречий защиты не может и просит суд. В связи с показанием всех Жабко поэтическим. Тем более, что все сомнения должны продаваться в пользу обвиняемого. После увиденных событий, он и Жабко дали показания следственного отдела по расширству, он будет и в Бабарею предсказать следующее о том, что он действительно видит, и писает верный правиль, нанесли удар по Бабареевичу. Своё показания она не меняла, претензий к ментологу у неё нет, конфликтов с ними не было, в связи с чем причем для оговора, для оговора Михаилова её не имеется. Долго посудил Микаилову и его защитника о том, что он никаких телесных повреждений Бабареевича не причинял в обвиняемых показаниях на насилии Жабко, непосредственно видевших нанесение удара Михаилову при участии Бабареевича. Основания доверять показаний указ на суде суда не имеется, основания для оговорения Микаилова в ходе следствия не основалось. Я считаю, что вина Микаилова в ходе судебного заседания суда первой инстанции не нашла своего подтверждения, поэтому Микаилов-Натик Гаджалович по обвинению в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 111, подлежит оправданию в связи с отсутствием его действия в составе данного преступления. Прошу обратить внимание на этот беспредел федеральные каналы, компетентные органы. В ближайшее время адвокатам будет подана жалоба в Верховный суд. Это крайняя инстанция, которая поставит точку в этом деле. Мы очень надеемся, что Верховный суд неповерхностно рассмотрит эту жалобу и отменит приговор. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok